В определенном клиническом исследовании. И по нашему мнению, конечно, нам кажется, что отсутствие вот такой прозрачности неизбежно будет влиять на качество клинического исследования. И наша команда совместно с компанией Synergy задалась таким вопросом, и мы разработали определенную систему бюджетирования клинического исследования, которая включает в себя, мы взяли клиническое исследование от начала инициации центра до закрытия центра, разбили их на блоки, такие базисные. Каждый этот блок включает в себя определенные активности. Также мы рассчитали, кто из членов команды, какую активность выполняет, сколько тратит на это времени. Также это все синхронизировали с СОПами нашего центра и получили некоторую систему, которая позволяет нам просчитать клиническое исследование, понять, сколько нужно времени, труда и определенных активностей команде приложить. Для этого, мне кажется, это будет очень полезно и для нас, как для врачей-исследователей, потому что мы знаем, кто за что отвечает и кто чем занят. А также спонсору будут более понятны наши какие-то предпочтения по оплате нашего труда. И дальше я предоставлю слово Екатерине Холодковой. Она немножко прокомментирует. Спасибо, Антон, большое. Можно на один слайд назад отлистать? Да, да. Я немножко чуть подробнее расскажу. На самом деле бюджетирование проекта – это очень сложный процесс. И на самом деле мы понимаем, что клинический центр, когда он начинает работать, он тоже начинает работать в проекте. Это проектная деятельность чистой воды. И для того, чтобы систематизировать эту деятельность, понимать, сколько нужно трудовых ресурсов, сколько нужно времени, сколько нужно каких-то других ресурсов, нужно сначала проанализировать все процессы, которые происходят в центре. Собственно говоря, это и сделала команда Артема Николаевича, Антона. То есть когда мы с ними начали взаимодействовать, а я хочу сказать, почему они обратились ко мне, потому что мы, в общем-то, в своей компании разработали такую систему. На настоящий момент у нас есть. Мы работаем на платформе. Это облачное решение, поставляемое IT-постовщиком, который разработал платформу, в общем-то, частично вместе с нами, поскольку мы являлись, ну, как бы, таким вдохновителями, да, методологами, что ли, этой платформы. Вот. И в Синерже мы сделали инструмент, который позволяет бюджетировать клиническое исследование за 10 минут. Вот. Понятно, что это, конечно, каждый проект уникален, но все равно потом приходится донастраивать вот эти настройки в каждом проекте. Но, тем не менее, мы можем очень быстро ответить на вопрос, сколько будет стоить работа Синерже в клиническом исследовании. Вот так вот. И Артем Николаевич в свое время обратился ко мне и сказал, вот это интересно, давайте сделаем то же самое для клинического сайта. Вот. Что мы сделали? Мы сначала проанализировали процессы, точнее, команды внутри себя. Мы расписали такой список, там были описаны все, как начинается исследование, кто что делает, как оно завершается и так далее. Вот. Затем мы разбили эти процессы на отдельно взятые задачи. Вернее, сначала, как правильно сказал Антон до этого, мы разбили проект клинического исследования, такие большие этапы. Ну, то есть это подготовка. Центр, собственно, это на фазе, на этапе физибилити, наверное, происходит, когда спонсоры или все равно начинают взаимодействовать с центром. Центр определенную работу проделывает в этот момент, собрать документы и так далее. Потом начинается подготовка к исследованию, потом начинается работа с пациентами, и потом центр закрывается. То есть такие большие куски. Вот. И мы посмотрели, из чего состоят эти куски. То есть мы строили такой план проекта из таких кирпичей. Вот. И мы все структурировали. Дальше в каждой задаче, которая делается внутри проекта, а понятно, что эти задачи еще и связаны между собой во времени, то есть нельзя приступить к какой-то задаче, не сделав предыдущую, например. Вот. Мы связали все эти задачи в такую систему, и каждую задачу описали трудозатрат. То есть мы посмотрели, кто, во-первых, отвечает за выполнение задач. То есть самое главное, что в каждой задаче или в каждом сервисе, так называемом, да, потому что мы взяли терминологию из IT-индустрии, на самом деле, где все уже разработано много лет назад, и бюджетировано и так далее. Вот. Кто является ответственным, как правильно до этого докладчики вот в предыдущих сессиях отмечали, да, что у каждой задачи должен быть один ответственный. Вот. Мы описали трудозатрат. То есть кто отвечает и кто вместе с ним работает над задачей. Затем мы все это загрузили в систему, все запрограммировали. Потом мы отвалидировали эту систему. То есть мы взяли старые бюджеты, старые проекты, внесли вот эти кост-драйверы, так называемые, то есть факторы, которые влияют на стоимость, исследование количества пациентов, количество всевозможных тестов и так далее и так далее. Вот. И эта система показала, что она достаточно адекватно считает бюджет проекта. Вот. Если можно на следующий слайд перейти. Вот. Собственно говоря, здесь показано, как устроено вот это бюджетирование. То есть у нас есть план этапов проекта, но на этой картинке красными точками обозначены мейлстоуны стандартные. Это вообще, ну, универсальнейшие мейлстоуны для любого клинического центра, для любого исследования. То есть такой каркас. Вот. И между этими красными точками находятся этапы. Вот. И каждый этап, в свою очередь, может иметь несколько сценариев, потому что понятно, что исследования, в общем-то, они вроде бы как одинаковые, но на самом деле разные, потому что есть разные спонсоры, разные требования, разная последовательность деятельности и так далее, да? Поэтому каждый вот этот синий кружок на верхней схеме может иметь несколько сценариев. И вот эти сценарии, они, в свою очередь, состоят из вот этих вот задач, которые тоже могут иметь свои сценарии. Но я могу привести пример. Например, сценарии разные, да? Если у вас исследование третьей фазы, или если у вас исследование первой фазы, сценарий будет немного разный. То есть он, в общем, будет одинаковый. Да, ну, там будут разные какие-то временные промежутки, да? Там первая фаза делается быстро, например, а третья может там годами длиться. И от этого зависит от того, как построить вот этот план проекта, да? Вот. И, соответственно, вот эти вот отдельные задачи, которые входят в эти сценарии, они тоже могут быть разными, потому что, как вот мне привели коллеги пример, например, когда собираются гистологические образцы в центре, могут быть два сценария. Может быть, стандартный по особам центра, а может быть, какой-то более сложный, когда каждый образец сопровождается большим количеством документации по запросу спонсора. Это разные сценарии. Там задействованы, может быть, даже разные люди дополнительные какие-то есть, более сложные модификации этой задачи, разные трудозатраты, разное время и так далее. Вот. Таким образом, у нас получилась такая библиотека, которая описывает все отдельно взятые задачи, которые делают. И после этого это все связывается в один проект, и каждый проект, который планируется, да, и можем просчитать, поскольку у системы заложены и трудозатраты, ну, и часовые ставки, естественно, сотрудников. Вот. Можно на следующий слайд перейти? Да, спасибо. Вот. И в результате вот этого структуризации, да, фактически программирования вот этого планирования и бюджетирования проекта мы получили готовый инструмент, который позволяет сделать план и бюджет проекта клинического исследования, в котором уже есть ежемесячная почасовая загрузка сотрудников. Можно посмотреть, сколько нужно часов такого сотрудника или другого сотрудника. И это делается очень быстро. Вот. Система выдает план проекта. Вот в правой части мы видим такая диаграмма ГАНТа. И там есть еще другие инструменты, которые позволяют видеть бюджет и так далее. Вот. Ну и два слова я хочу сказать об этой платформе. Можно следующий слайд. Это платформа. Называется RBB Tool. Это такой был стартап небольшой, с которым мы взаимодействовать начали пару лет назад в Синержи. Вот. И мы довольно долго потратили время на то, чтобы нас вообще перевести в действие, так сказать, оживить эту систему, да, потому что очень много было вопросов. Но сейчас вот эта методология, она устаканилась. Вот. И на сегодня, да, у нас есть модель, построенная для контрактной исследовательской организации. И вот теперь у нас есть модель в этой же системе, построенная для исследовательского центра. Вот. Ну, а в дальнейшем я не знаю, как дальше будет развиваться эта технология. Но, в принципе, платформа, с которой мы работаем, она может служить интегратором. То есть на ней могут одновременно бюджетироваться несколько поставщиков, как то несколько СИРО, если они делают разные задачи в проектах, несколько клинических центров, если они работают в одном проекте и так далее. Вот. Ну, то есть я хочу сказать, что, собственно говоря, вот это бюджетирование, действительно, я хочу повторить то, что сказал Антон, это очень полезная вещь, потому что это придает понимание и проектной команде, кто что делает, потому что все четко прописано. И спонсор понимает, за что он платит, потому что, когда просто есть некая сумма денег, да, ну что там входит, непонятно, да, здесь совершенно четко до каждой последней минуты расписана вся деятельность планируемая, и можно видеть вот эту прозрачность бюджета. Спасибо. 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 Спасибо.